В этом видео я покажу как установить нейросейт Stable Diffusion в Photoshop. Отображаться она будет в подключенных модулях и называется StableArt. Работа от StableArt по тому же принципу, что и соответственно Stable Diffusion. Есть несколько режимов работы, это текст в изображении, изображение в изображении и перерисовка. Я работаю в перерисовке обычно. А если ты хочешь разобраться в Stable Diffusion, но самому сложно, записывайся на мое закрытое обучение по Stable Diffusion. Просто напиши мне в ВКонтакте. Также в ВК я жду всех желающих на мой курс по фотошопам. StableArt работает так же как и генеративная заливка по выделенной области. Только тут еще можно выбрать силу воздействия параметр denoising. Чем больше вы его выставите, тем будет сильнее воздействие на выделенную область. И уже сама генерация будет отдельно на слое с маской. Со Stable Diffusion в фотошопе намного удобнее работать, чем в его родном интерфейсе. Хотя там возможностей больше. Удобнее работать с масками, с инструментами выделения. Ну а теперь переходим непосредственно к установке. Первым делом нужно перейти на GitHub. Ссылку я оставлю в описании. Да, я чуть не забыл, у вас должна быть установлена уже нейросеть Stable Diffusion на компьютер. Как установить стандартную версию Stable Diffusion, у меня есть видео на страничке ВКонтакте. А так же как установить облачную версию Stable Diffusion, есть видео у меня на страничке ВКонтакте. А если запишешься ко мне на обучение по Stable Diffusion, я предоставлю тебе готовую сборку уже с предустановленными всеми нужными дополнениями и с возможностью писать промты на русском. Для того, чтобы Stable Art работало, Photoshop должен быть от 22 версии и новее. Кликаем по этой ссылке и скачиваем сам файл Stable Art. Вот так вот выглядит этот файл. Если у вас Photoshop рецензионный, то достаточно будет просто кликнуть по нему два раза, запустить и он сам автоматически установится. Если же нет, то придется провести некоторые манипуляции. Первым делом идем во вкладку Вид. Там ищем параметры. Изменить параметры папок и поиска. В параметрах также идем во вкладку Вид и там скроллим вниз. Тут ищем одно значение. У вас галочка будет стоять, надо ее убрать и нажать применить. Далее меняем расширение файла на ZIP или RAR. Далее нужно разархивировать этот архив. Извлекаем прямо в эту же папку. После чего у вас появляется отдельная папка Stable Art. Эту папку мы должны перенести в директорию, где установлен сам наш Photoshop, в папку Plugins. И тут уже оставляем эту папку в покое. Переходим в папку Stable Diffusion и ищем файл, через который вы обычно запускаете его. В ID User Bat. Кликаем правой клавишей мыши и нажимаем изменить. В строке Command Line Arcs дописываем IP. И благополучно это дело сохраняем. Если же у вас стоит моя улучшенная версия, то вам нужно изменять вот этот файл runbat. И уже у вас этой строчки просто не будет. Вам нужно ее сюда тупо дописать и сохранить. Запускаем Stable Diffusion. Тут нам нужен только IP-адрес. Копируем его и после чего можно интерфейс закрывать. Открываем Photoshop, переходим в подключенный модуль и видим Stable Art. Запускаем, остается скопировать сюда IP-адрес и можно спокойно работать. Если было полезно, поставь лайк, напиши комментарий и приходи ко мне на обучение. Пока!